Всем доброго времени суток. Проводил голосование в группе ВК, сделать ли тест в играх с моим компьютером, который я проэпгрейдил. Естественно, все были за, но один подписчик попросил замерить реальную температуру, что я соответственно и сделал. Ссылки на комплектующие есть в описании, а я начинаю тесты. Итак, материнская плата Asus P8 Z77 VLX2, процессор Intel Core i7-3770, сокет 1155, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта GTX 1060 на 6 ГБ с Алиэкспресс. Температуру покажет цифровой термодатчик, но она может разниться с реальным показателем, так как выпуск был с трудностями. Первая игра CSGO. Настройки на максимальных разрешения и остальные параметры на экране. И FPS не ниже 170 кадров в секунду, причем вне зависимости от насыщенности сцены. Следующая игра новая версия Far Cry 5. Настройки выставил на максимально возможный и тест в бенчмарке. FPS выдаёт самые разные значения, а теперь посмотрим, что будет в самой игре и число кадров не менее 60. Процессор отлично справляется и полностью раскрывает видеокарту, при этом сам не упирая в свои возможности. А теперь World of Tanks версии 1.0. Настройки на максимальных, остальное на экране. И с минимальным 90 FPS игра идёт уверенно. Всё писал на карту захвата и через телевизор, а в некоторых играх не смог сделать разрешение в Full HD и поэтому пришлось записывать как получается. Также записал тесты в PUBG, но выходной файл был испорчен, но FPS не проседал ниже 60 кадров на ультра настройках. В основном многие играют онлайн игры на низких настройках, объясняя это лучшей видимостью и так далее. Эта связка даст прирост ещё от 20 до 40 кадров, а может и больше. Не знаю, будет ли разлиться значение картами брендов, кто в курсе, пишите в комментариях. Думаю, многим будет интересно. В принципе, на этом мой выпуск подошёл к концу. Буду благодарен за лайки и подписки. Ну а я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения. Субтитры подогнал «Симон»